Первые участники ярмарки пришли в парк имени 30-летия Победы задолго до ее начала. Оформили торговые места, разложили шитые, вязанные, плетеные своими руками изделия. Кузнецы расположились отдельно. Работа с огнем и металлом – это особое мастерство, которое издавна считалось сродни волшебству. Олег Смоль переехал в наш город из Украины несколько лет назад и занялся новым для себя делом. Работал сразу я на заводе, когда жил на Украине, на металлургическом комбинате. Работал непосредственно на прокатном производстве. Учился в институте металлургическом, ну как бы все равно оно вроде проходило рядом со мной и принимал непосредственное участие, но как своими руками все равно. Это машины все делают уже, прокатный большой стан, поэтому руками там особо ничего не сделаешь. Только теоретически рассчитываешь и смотришь за процессом. А делать самому это же гораздо интереснее. Поэтому желание возникло еще, когда жил на Украине, ну а в связи с последними событиями пришлось перевезти семью сюда. У меня трое детей. Здесь живут родственники, поэтому переехали к ним и как бы осуществил давно задуманное. Сейчас занимаю художественной ковкой. Ориентируюсь на детей, то есть подтягиваю их к себе и мы с ними там вместе куем там гвоздики, ну самые простейшие элементы, там какой-нибудь зуб дракона. Старинное ремесло кузнец передает детям. Пока они еще только подмастерия. Подать, принести, подержать, нарисовать проект. Но со временем Олег надеется, что они продолжат его дело. Другой кузнец из горячего ключа, кроме изготовления кованых предметов, освоил мастерство плетения кольчуги. Лет 20 занимаюсь кольчугами, доспехами, реконструкцией. Ну приходили сразу ребята ко мне, реконструкторы, спрашивали, могу я или не могу. Потом я смотрел литературу в краеведческом музее, смотрел, какие они. И их есть где-то пять способов вязок. Вот это вот есть, которую стреладе пробьет. Вот есть вот полегче они, ну облегченные. Их много вариантов было. И вот пробовал, как они делали. Потом нужно ее заборонить, это проваривание в конопляном масле. Когда она проваривается, она при нагревании, металл расширяется и впитывает в себя масло. Потом это обезжиривается и она не ржавеет. И у нее можно на ней сделать цвета разные побежалости при нагревании. Внук подрастает, надеюсь, что пойдет по моим стопам, чего-то научится. Старинные доспехи сейчас пользуются большим спросом у любителей исторических реконструкций и коллекционеров. Кузнецы нашего города славятся своим мастерством по всему краю. Их часто приглашают на различные фестивали, ярмарки, выставки изделий народных умельцев, где они неизменно оказываются в центре внимания посетителей. На площади возле оленей семьи представители детских садов и школ выставляют эко-елочки. Одна чудеснее другой. Благодаря фантазии ребят и педагогов, разнообразие новогодних деревьев поражает. В их создании использовали газеты, бумагу, пенопласт, кусочки ткани, елочные шишки, обрезки дощечек и многие другие материалы. Эко-елка. В этом году, 17-й год у нас заканчивается, год экологии был в стране. Ну вот мы подумали, что отходы не надо никуда девать, а можно их пускать в дело. Поэтому у нас елка эко-елка. Практически из отходов. В прошлом году мы участвовали в данном конкурсе. У нас была деревянная елка. Ну а в этом году мы живем на Кубани. Зима у нас всегда, по идее, в наших головах она суровая такая. А у нас она именно леди. Она такая у нас нежная. Немного снега, немного мороза. И поэтому хотелось именно собрать эту поделку, именно эту елку из всего, что только под руки попалось. И создать что-то такое воздушное, легкое. Именно нашу кубанскую зиму. Льется дождик золотой, с елочки стекая. Поглядите на нее. Вот она какая. Идея нашей елки-украшения принадлежит коллективу Восьмого детского сада, а именно Ирины Геннадьевны Жуковой и Ломагиной Слежан Хамидовны. Называется наша елка «Елочка самоцветов». Сделана из пенопласта и украшена разноцветными камешками, блестками. Умельцы из первой школы сделали елочку из плюшевых игрушек. А снеговика рядом соорудили из белоснежных пластиковых стаканчиков. Каждая елочка – совместное творчество взрослых и детей. В школе номер 10 поселка Первомайский ученики под руководством педагога сделали не только елочки, но и сказочную усадьбу для очень маленького Деда Мороза. В работе использовали старые деревянные рамы, которые остались после замены окон на пластиковые. В небольшой усадьбе для сказочного дедушки обустроен деревянный домик с крошечной мебелью. Этот проект у нас возник еще в прошлом году. Мы с детьми решили создать маленькую усадьбу. И каждый внес свою лепту. Допустим, пятый класс сделал у меня заборчик. Шестой класс сделал у меня лестницу и скамеечку. Седьмой класс сделал у меня саму избу. Мебель делал внутри, это десятый класс. И резьбой занимался мальчик из восьмого класса. Резьбой по дереву. И вот общая коллективная работа теперь таким образом выглядит. Они еще планируют построить мельницу сюда, сделать тележку с лошадь, телегу сделать с мукой, чтобы было. Они еще планируют, чтобы все. В общем, ребята работают по дереву у нас в основном. Кружок называется «Умелые руки». Ребятам нравится, интересно. Мальчики иногда и девочки приходят, тоже девочкам нравится. У меня сейчас одна девочка резьбой по дереву занимается тоже. Сейчас уже одну звездочку такую пятиконечную вырезала, красивую. Для очень большого Деда Мороза волшебные деревянные саночки и елочку сделали ребята из третьей школы под руководством учителя технологии Александра Аверьянова. В этой школе я работаю третий год. И третий год у нас выставляется елка деревянная вот такая с поделок. И поделок деревянный. Это вообще придумали все сами дети. Рисую эскиз. Просто потом была подработка. Ну как год собаки, символ год. Мы решили собачку прилепить. Вообще это большой школьный проект у нас в этого года. Для всех работников школы мы сделали маленькие такие же елочки для всех-всех. Начиная от технички, кончая директором. И дети сделали всем родителям точно такое же, только в маленькой миниатюре. Ну так, это дети у нас. Администрация школы предоставила пиломатериал. Мы все это делаем, работаем во время, ну на внеурочке. Детей практически участвовала вся школа в этом школьном большом проекте с пятого по восьмой класс. Все руками у нас. Все руками, все руками. Самый большой инструмент это у нас ручной лобзик. Остальное все умение. Все руками. Выставка эко-елочек только готовится, а горожане успевают сделать фотосессию на их фоне и возле натуральной десятиметровой красавицы. Для интересных праздничных фотографий в парке организовали несколько фотозон. Большой популярностью пользовался огромный телевизор, в который мог попасть любой желающий. В нем можно сфотографироваться на фоне Кремля, примерить роль ведущего новостей, а под настроение можно даже спеть песню. Праздничные инсталляции на берегу озера также послужили идеями для фотосессий. Еще одним сюрпризом для горожан стал праздничный кораблик-плод, который мирно покачивался на замерзающих водах озера, нисколько не смущая водоплавающих птиц. В ожидании главного волшебника праздника Деда Мороза гостей развлекали участники творческих коллективов города. ЛИРИИ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»